Сегодня в актовом зале школы номер 4 собрались те люди, благодаря которым этот учебный год в очередной раз стал успешным для детей нашего города. В зале педагоги образовательных учреждений и руководители. Большой вклад в образование детей сделал и попечительский совет. Когда заканчивается учебный год, наверное, поздравляю. Но это правда события, потому что, во-первых, год закончился, закончились какие-то хлопоты, будут два выпуска, сколько-то ребят ушли, но окончание года – это, прежде всего, наверное, начало следующей учебной работы. Поэтому у вас перерыва в работе нет, поэтому я хотел бы вас поздравить с окончанием этого сезона учебного и пожелать вам, чтобы вы и подготовились, и видели новые планы уже на следующем учебном году. Образование детей начинается с детских садов. Так, в Полевском в этом учебном году было введено 283 места, что позволило для детей в возрасте от 3 до 7 лет обеспечить доступность дошкольного образования на 100%, а это 4660 детей. Однако в возрасте от 1,5 до 3 лет этот показатель составляет только 80%. Что же касается среднего образования, то здесь хорошие результаты показали школьники на Олимпиадах различного уровня. Выросло и количество участников. В среднем каждый ученик принял участие в двух Олимпиадах. Увеличилось число победителей призеров муниципального этапа 371 человек, в этом году в прошлом году было 333. Однако по-прежнему высока доля тем, кто стал призером, на граф требуем 50% от максимально возможного балла. В тройку школьников по числу победителей призеров Олимпиады вошли школы номер 413 призовых мест, школа 13, 62 призовых мест, школа 21, 52 призовых мест. Значительного успеха достигли участники регионального и заключительного этапа Всероссийской Олимпиады. Гордятся педагоги сегодня и своими выпускниками 11 классов. Их 241, из них 26 медалистов. Неплохие успехи у полевских школьников и в спорте, а это неотъемлемая часть укрепления здоровья и культуры подрастающего поколения. За этот учебный год было проведено 24 городских соревнования. Немало наших школьников получили знаки отличия ГТО. По итогам 2015 года 23 учащиеся вручены знаки отличия с Российского комплекса культурного 7 золотых, 17 серебряных, 4 бронзовых знаков отличия. По итогам уже нынешнего года золотой знак отличия будет вручен 33 учащимся. За все достижения в области образования сегодня педагогам вручают благодарственные письма губернатора Свердловской области. Звучат и слова благодарности от депутата законодательного собрания Свердловской области Александра Серебренникова. Все, кто носит гордое звание педагогов, разрешите сегодня, в день, когда вы добудете итоги своей работы, поблагодарить вас за вашу действительную самоотверженность и нелегкие трудности. Пожелать вам достойных учеников, достойных зарплат и удовлетворения в своем труде. Всему вам самому. Особенно приятно помощнику депутата сегодня не только поздравить педагогов, но и вручить значимую награду. Вот эту награду мы хотели вручить именно вот в этой аудитории. Благодарственное письмо и малосеребряный знак законодательного собрания Свердловской области вручается методисту первой категории информационно-методического отдела органов местного самоуправления управления образованием Борисского городского оборудования Койновой, Борисовской оборудовщикой. Таким образом, единогласным решением собравшихся работа управления образованием была признана удовлетворительной. Однако есть к чему стремиться. Впереди новый учебный год, а вместе с ним и новые, более серьезные задачи. Игорь Соколов, Алексей Карипанов. Новости. Твой день.